Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» постараемся ответить на один из ваших вопросов. Как относиться к эскатологическим видеоматериалам? Примерно такого рода вопросы каждому священнику задают неоднократно, и поэтому, так или иначе, современные пастыри вынуждены этой темы касаться и на нее отвечать. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующее. Все такого рода видеоматериалы якобы духовного содержания очень опасны и душевредны. Почему опасны? И почему душевредны? Во-первых, это спекуляция на теме апокалипсиса. Эскатология — это часть догматического учения православной церкви. Вот есть догматическое учение православной церкви. И эскатология — это учение Святой Церкви о последних судьбах мира. Это очень серьезное учение, которому подходить надо действительно вдумчиво, серьезно, с молитвой и, не побоюсь о таких слов, имея все-таки определенную богословскую базу образовательную. То есть к этому учению надо подходить в духе священного предания церкви, а не в духе собственных толкований, эмоций и всевозможных страхов. Вторая очень важная причина, по которой все-таки я глубоко убежден, что такого рода видеоматериалы очень опасны. Потому что создатели такого рода видеороликов эксплуатируют не совсем здравых людей. Вы это хорошо понимаете, это, я думаю, никому не надо особенно доказывать, что спекуляция на эскатологическую тему сопровождается в такого рода роликах эксплуатацией людей не совсем психически здоровых. Если даже человека с ограниченными возможностями, то есть человека телесно больного, инвалида, например, эксплуатировать является безнравственным, то тем более эксплуатировать человека душевно больного. Никого не хочу обидеть, дорогие друзья, тем более никого не хочу осудить. И вас, дорогие друзья, кто будет слушать нашу сегодняшнюю беседу, ни в коем случае не призываем никого осуждать. А просто вот констатация факта. Вот как есть люди душевно больные и физически больные, к тем и к другим необходимо отношение милосердное. Даже если человек не осознает себя больным, тем не менее, он нуждается в заботе, нуждается в обследовании, нуждается в лечении. А отнюдь не в том, чтобы у него брали интервью. Когда всевозможные видеоролики построены по принципу интервью, допустим, с какой-то бабой Любой, или с бабой Таней, допустим, бабой Катей, который вот сегодня ночью голос какой-то приснился и сказал, что уже все, завтра уже конец, или вот спасется только вот эта деревня, все остальные погибнут, или вот надо делать только так, только вот это брать, а вот это не брать, иначе погибнешь. И вот буквально не надо быть, наверное, уж очень большим специалистом, или врачом, или психиатром, чтобы увидеть, что человек может быть, ну, не совсем духовно здрав. И вот создатели такого ролика, такого рода роликов эксплуатируют, ну, мягко говоря, не совсем здравых людей. Следующая причина, почему такие ролики не полезны, потому что это всегда игра на страстях. В первую очередь, на тщеславии, на стремление людей, на, так сказать, вот такому вот нездоровому интересу к всевозможного рода сенсациям. Наверное, вы обращали внимание, если такого рода видеоматериалы вам попадались на глаза, они наверняка попадались, то вы видели, что всегда, так сказать, оно анонсировано таким образом, вот этот ролик удаляют из интернета, или срочно, треба скидать не знака, посмотри, там, создатели этого фильма, или создатели этого ролика сейчас, так сказать, ему там грозит такая-то ответственность. И это невольно вызывает интерес у людей, склонных ко всевозможного рода сенсации. А когда начинают смотреть, убеждаются, что это не что иное, как самая обычная фантазия не совсем здоровых людей. Запретный плод всегда сладок, это всем хорошо известно. И поэтому вот эта такая приманка, что вот посмотрите, это видео уникальное, его удаляют из интернета, вы посмотрите, проходит несколько лет, и это видео никто не просто не удалял, но и не собирается удалять. Такие видео только наполняют интернет, засоряют его и, не побоюсь такого слова, засоряют сознание современных околоцерковных людей. Следующая причина, следующий признак. Создатели такого рода видеороликов совершенно не расположены к серьезному, уважительному, доброжелательному диалогу. Вот если, например, вы попытаетесь как-то вот выйти на связь с создателем того или иного псевдоапокалиптического ролика, поговорить с ним, спросить на основании чего, допустим, ты пишешь это или высказываешь это, или предсказываешь вот это, то вы увидите, что они не расположены к диалогу. Любые комментарии, которые под такого рода видео, призывающие немножко осмыслить, задуматься, альтернативная точка зрения сразу удаляется. Из этого видно, что уклоняясь от доброжелательного, продуктивного диалога, создатели такого видео сами себя выдают, что им просто действительно нечего сказать. В качестве одного из примеров, чтобы не быть голословным, приведу вам. Несколько лет назад вышло видео и уже имеет тысячи просмотров, где вкратчивый голос за кадром говорит, в РПЦ изменили символ веры. Ну, дорогие мои друзья, по крайней мере, вот я сейчас обращаюсь к православно верующим людям. Мы прекрасно понимаем, верующие люди, что такое обвинение – это достаточно серьезное обвинение. Изменение символа веры – это очень серьезный вопрос. И прежде чем такое говорить, надо иметь основание, чтобы такое говорить. И в этом видео неоднократно меня об этом спрашивали, что вы думаете по поводу этого видео. Когда смотришь, там голос за кадром, фотографии каких-то храмов, и вкратчивый голос за кадром говорит, вот в этих храмах изменили символ веры, я хотел зайти послушать, но не решился, чтобы не оскверниться душой. Что это за аргументация? А когда поинтересуешься, узнаешь, в любой из этих храмов можно зайти, присутствовать во время богослужения, видеть, как диакон вместе с молящимся народом вслух поют символ веры, и видно, что символ веры не изменен. А тем не менее ролик уже собрал десятки тысяч просмотров, и людей это смущает. И, конечно, последнее, самое, пожалуй, главное, Господь наш Иисус Христос в Священном Писании говорит нам, «По плодам их узнаете их». Древо доброе приносит и плоды добрые, а древо худое приносит и плоды худые. Вот если после просмотра такого рода видеоматериалов или прочтения чего бы то ни было, вы чувствуете в своей душе безотчетный страх, тревогу, причем тревогу, доходящую до отчаяния, потеря надежды на милосердие Божие, стремление куда-то бежать, неизвестно куда, и куда можешь ты убежать от самого себя. То по всем таким признакам каждый из нас, поверьте, тут не обязательно иметь семь пядей во лбу или какое-то богословское образование, просто по плодам, которые в твоей душе появляются после просмотра такого рода материалов, насыщенных цитатами Священного Писания, вырванных из общего контекста, цитаты из Святых Отцов Церкви. Но если у вас в душе, еще раз напомню вам слова преподобного Паисия Святогорца, если в душе вместо благой обеспокоенности, растворенной надеждой на милосердие Божие, появляется безотчетная тоска, страх и отчаяние, значит, это не от Духа Святого произведения. Поэтому призываем вас, дорогие друзья, будьте осторожны, будьте осторожны и блюдите, как пишет Святой Апостол Павел, блюдите, како опасно ходите, неяко же немудрие, нояко же премудрие, искупующе время, яко дни лукави суть. Храни всех вас, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok